рада приветствовать вас на канале о вязании крючком и спицами натали мастерс если вы первый раз очутились на моем канале обязательно подписывайтесь видео выходит почти каждый день сотни мастер-классов вы найдете здесь в том числе моих авторских необычные техники море разных узоров изделий разнообразных располагайтесь приглашаю вас не забудьте подписаться на мой второй канал с обзорами мои два магазина один во вконтакте и на мастер store магазин сайт с огромным выбором итальянской и самой разной пляжи доставка по всему миру гибкая система оплаты обратите внимание на выбор именно инструментов спиц и крючков очень очень вам рекомендую советую проходить натали мастерском адрес моего сайта а сегодня вас ждет вторая заключительная часть мастер-класса по вязанию топа крючком сирена да то практичный простой минималистичный я вяжу его себе к отпуску в которой собираюсь великолепный хлопок 78 оттенок эджита стопроцентно мерсеризованный вы конечно же можете купить в моем магазине его вконтакте и на сайте и конечно же добавить сказочных поеток от лана гата мы с вами остановились на том что поворотными рядами я показала вам как вязать вниз топ от кокетки и провязала я 23 ряда я не хочу чтобы мой топ был слишком длинный от кокетки правда я пока не делала в то он будет еще по длине и так сейчас у меня примерно 26 сантиметров и покажу вам как я буду обвязывать смотрите какие интересные аспекты существуют вы можете связать конечно же платье никаких проблем можно прекрасно выполнить чехол помните мой лайфхак как мы базовые топы из двух и делаем чехол для платья крючком красиво будет просвечивать дорожки но если платье я посоветовала бы вам на петельку увеличить вот как раз где-то примерно через 20 рядов увеличить на петельку арки на одну вместо 5 6 вязать вы можете взять больше номер крючка кстати последние ряды я вязала ничего не меняя но чуть свободнее своим же крючком если вы так и делать не можете это возьмите крючок например номер 4 дальше можно сильно расклешить платье если вы хотите вот такой эффект девичий красивый как это можно сделать вы можете каждый 10 рядов добавлять по петельке ничего страшного что более ажурный будет становиться платье можно добавить еще по одному столбику чтобы тоже в каждой в каждом квадратики было на один столбик больше пожалуйста так и давайте я покажу вам как буду обвязывать обязательно определитесь с какой стороны у вас будет лицо вашем топе потому что все у нас с вами двусторонняя но тем не менее нужна логика смотрите как я поступила ведь у меня здесь уже бретелька связано и так я для себя решила что сбоку совершенно не видно по кокетке где мы с вами соединялись и поворачивали туда-обратно не видно я с трудом нашла но тем не менее я это сделала нашла место где разворачивалась решила что она у меня будет в подрезе до обязательно подмышки и от этого я пришел потом когда я связала бретельку об этом речь будет чуть позже я выбрала те ряды которые у нас крайние треугольнички я вам покажу естественно как бретельки вязать чтобы у меня треугольнички были лицевые а центральный квадратик изнаночными мне больше нравится вот видите как выглядит интер лак бретелька с треугольничками когда края изнаночными мне больше понравилось вот так и про бретельки мы с вами позже будем говорить будем вместе вязать вторую я расскажу вам сколько я оставила на подрезы сколько между бретелями и так далее и так далее конечно тоже все это можно менять на свое усмотрение давайте закончим с низом топа или платье примеряйте вяжите платится будет сарафанчик тоже просто замечательный кстати по поводу бретелек во первых так как кокетка сидит отлично она очень трикотажная вы можете просто обвязать ее крючком не нужно даже пропускать и резиночки как очень часто я делаю в вязаных изделиях крючком для ну видите она эластичность имеет отлично отлично для крючка поэтому вы можете смело оставить сарафан вот такой декольте я очень люблю такие полностью открытые плечи кто любит загорать от такие более для жары но здесь у меня будут прям такие элегантные бретели классические можно сделать знаете какой еще вариант великолепный можно сделать съемные бретельки такие длинные больше метра метр двадцать вы вяжете красивые цепочки тоже могу вам могу показать как и просто если вам нужно вы можете вставить эту веревочку четыре таких вяжите цепочки вот так и вставляете и если вам это необходимо вот такие тонкие бретельки две сзади две спереди можете завязывать красивыми бантиками и еще преимущество съемных бретелек в том что все таки все что связано крючком а такие тонкие бретельки они часто затираются какую-то форму теряю до макияж что-то такое поэтому вы можете эти бретельки повторить менять можете с ними можете без них у нас будет другой вариант также вы можете сделать более толстенькими бретельки тоже будет очень красиво не как у меня буквально на 2 с половиной на три клеточки видите две полных и одна пополам а вы можете сделать пошире тоже красиво так все мы с вами обсудили давайте обвязку вам показывать буду так получается что закончила я поворотным изнаночным рядом закончила я столбиком с одним накидом до чтобы оказаться в вершинке арки но здесь этого не обязательно делать я могу в принципе закончить последний ряд как раз пятью воздушными петлями и соединительным столбиком закончить теперь как же обвязать я думаю что у меня будет минимальная декорирование низа в принципе вы можете так оставить тоже можно тоже можно но все-таки обвяжем так буду я обвязывать прямо под арки столбиками без накида 1 2 3 4 5 так вот смотрю как лучше 6 у нас 5 петель 6 столбиков без накида дальше у нас две стороны как-то треугольник образует а давайте пойдем по ним я пропускаю столбик без накида которым соединили с аркой и буду вязать вот так 1 2 3 так и пожалуй в следующую арку из 3 воздушных петель я сначала провяжу даже не подарку а вот воздушную петельку верхнюю я провяжу 3 и столбика чтобы подчеркнуть треугольник я 3 столбика без накида провяжу в петельку уже под арку провяжу еще 2 пропускаю столбик без накида так и виделась мне 6 под каждую арку столбиков без накида 3 4 5 6 до хорошо 6 пропущу столбик без накида снова 6 1 2 3 4 5 6 пропущу столбик без накида и повторю тоже с вами что мы и делали столбики без накида в последнюю воздушную петельку крайнюю я провязываю 3 столбика без накида 2 так снова 6 ну понятно так после обвязки я сделаю вот он еще раз померяю и путем с вами заниматься бретелями и обвяжем вяжем кокетку и бретельки тоже я планирую обязывать вообще вот эта отделка очень важный момент главное здесь как всегда не переборщить не слишком много сделать столбиков не слишком мало самые важные последние штрихи легко всегда изделие закупить каемся тремя воздушными петлями вниз сюда же я прикрепляюсь столбиком без накида и нам осталось с вами другую стеночку бретельки провязать делаю накид опять нахожу нижнюю точку под две нити ввожу крючок и провязываю 1 2 3 столбика с одним накидом так для меня это лицевой ряд и будем чередовать с вами два ряда это первый второй ряд переходим на изнанку накид перед нами все само ложится как нам нужно 3 воздушные петли и я провязываю в них раз два три столбика с одним накидом 3 воздушные петли сюда же столбик без накида а теперь у нас вот такая интересная ситуация смотрите здесь у нас нету арки из воздушных петель а мы с вами будем вязать прямо в столбики очень интересно соответственно мы с вами вяжем так раз столбик два три и четвертый столбик мы спускаемся тремя воздушными петлями и я провязываю столбик без накида под подъем из трех воздушных петель так второй ряд это два квадратика получается вот здесь у нас с вами необычное провязывание все чередуем первый второй ряд третий ряд как первый 3 воздушные петли подъема сюда же еще два столбика с одним накидом дальше самую высокую точку мы провязываем столбик без накида теперь центральный квадратик раз два три три воздушные петли так видите треугольничек квадратик и еще один треугольник у нас должен быть я делаю накид и в нужную точку провязываю 3 столбика с одним накидом вот таким способом тоже интерлак туда-обратно с треугольничками боковыми все эти похожие приемы вы можете найти есть у меня отдельное видео где мы с вами вяжем таким способом прямоугольное полотно немножко там другие нюансы но здесь для бретели нам хорошо вязать именно так так у меня широкие плечи до широкая грудная клетка поэтому у меня 7 не делайте также примеряйте не 7 мотивов может быть вам захочется поменьше поэтому обязательно регулируйте по себе и теперь мы вяжем таким образом чередуя 1 2 ряд так я провязала сейчас скажу вам сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 14 42 ряда хочет много но при том что я знаю прекрасно как растягивается немножко при тыльке мы будем обвязывать тем не менее 42 ряда у вас будет это свое количество обязательно примеряйте прикалывайте сзади при тыльку и смотрите какая у вас должна быть высота проймы у меня высокий рост до 180 поэтому поэтому такое количество это все очень и очень индивидуально поэтому регулируйте при тыльку потом мы с вами остановимся оставим длинную ниточку я обрежу люрекс потому что у меня не нужен и привязывать я буду в нужных точках иглой гобеленовой для того чтобы не было никакого утолщения а я все-таки именно гобеленовой иголочкой буду пришивать по лицу не привязывая чтобы было оптимально все изящно и красиво готова обе при таки у меня связаны посмотреть какие хорошенькие так на спинке меня между ними 4 квадратика как я прикладываю заканчиваем мы рядом с двумя квадратиками они там где у нас треугольники и квадратик между ними вот видите как встраивается хорошо и легко и просто гобеленовой иголочкой сшивать как мы всегда это с вами делаем для того чтобы был плоский шов по лицевой стороне таким образом я двигаюсь и стежок в стежок сшиваю так самый лучший способ для меня пришиванием бретелек именно по лицу получается очень плоский незаметный шов как будто мы с вами вязали полотно непрерывно со со стороны спинки отлично так самая высокая . совмещаем с низкой точки на спинке так готова очень быстро удобно пускай вас не пугает сшивание иголочкой главное всегда держать такой иглу доступно посмотрите какое идеальное соединение и главное что она абсолютно плоская с обеих сторон замечательно так немного можно дополнительно прошить с краю ну и в приоритете с изнаночной стороны закрепить можно один узелок добавить и дальше нет ничего удобнее чем с помощью гобеленовой иглы заправлять кончики нитей можно сразу пропустить вот так вот сложно во все местечки и далее тоже идти вата спрятать чем дольше вы будете спрятать конец тем меньше у вас шансов что потом где-то выскочит кончик и это будет заметно нам это не нужно все готова чтоб готов давайте займемся обвязыванием его так я хочу начать с какого-нибудь не забить незаметного неприметного места нам нужно будет отдельно обвязать каждую пройму то есть четыре так 33 точки обязывания у нас будет одна пройма вторая и одно колечко и это перед спинка по бретелям давайте начнем и так в итоге я обошлась минимализмом обвязала просто столбиками столбиками без накида топ единственная там где у нас с вами треугольные выступы располагались я добавила вниз столбик с одним накидом до чтобы выровнять линию как вы видите сзади у меня промежуточек на спине между бретелями 4 квадратика поменьше чем спереди мне понравился именно такой эффект не пожалейте времени обязательно примерьте как вам лучше будет сидеть именно на вашей фигуре куда будут приходить бретели сзади отрегулируйте их длину и все прочее и обязательно уделите внимание комфортному подрезу мне очень нравится такая глубокая пройма необыкновенно комфортно в жару будет классно так что на этом мой топ завершён я очень этому рада вы конечно можете если например хотите более свободного низа почаще почаще первый ряд провязать после кокетки под грудью тогда у вас будет пышный низ вы сможете какие-то недостатки прикрыть и так далее я вязала почти почти по фигуре такое легкое расклешение потому что мне хотелось легкую вещицу получить не тяжелую и не объемную ну да и и по фигуре до топ получился практично его можно комбинировать с любыми жакетами с джинсами с шортами юбочками цвет также практичный обожаю такие нужные вещи в отпуске так что очень советую вас порадовать себя своих близких к лету на этом буду с вами прощаться обмеры изделия обязательно напишу под видео и дополнительную информацию жду как всегда ваших комментариев не забудьте поставить лайк если это видео оказалось вам полезным все будем прощаться обнимаю целую пока пока до завтра